Так. Не надо пиздеть. Больше уже нельзя пиздеть. Это раньше было можно, когда люди в основном помалкивали и копали свою брюку, угрюмо поглядывая на окружающее пространство из-под низких своих лбов. А сейчас все стали очень сильно умные, и у каждого из головы постоянно лезут мысли, которые они все до единой обязаны немедленно нам рассказать. Для пиздежа придумали множество приспособлений. Одни побольше, другие поменьше. Одни можно носить с собой, другие вообще с места не сдвинешь. Люди идут по улице, сидят на диване, едут в автомобиле и все время пиздят, пиздят и пиздят. Нажмешь любую кнопку, повернешь любой выключатель, оттуда немедленно раздается пиздеж. Я так думаю, с моей точки зрения, с ожидавшейся ситуации. Но этого все равно им маловато, надо еще. Давай, давай, придумали интернет. В интернете пиздят уже вообще все. Полным-полным набиты болталки, чаты, форумы и вообще неизвестно что. Аськи кукарекают, почта звякает, хотите хуй побольше, сиськи потолще, 7000 тонн вагонки и 30 миллионов долларов совершенно бесплатно. Не хотите? Не может быть! А почему не хотите? Нет, мы хотим это знать. Не может нормальный человек этого не хотеть. А тогда хотите, мы вам расскажем, как правильно печь лаваш. Рожать детей, ездить автостопом и расписывать кухонные доски. Или сосать хуй. Но ведь нельзя же раздувать этот шарик вечно. То, что вселенная бесконечна, это нас не касается. Вселенная нашего пиздежа не слушает. Он оседает в нижних слоях нашей с вами атмосферы. А в этой атмосфере уже не следует выебываться и размахивать руками. Раньше один только поэт Тютчев не знал, как слово наше отзовется. А сейчас этого вообще никто не знает. Вот один человек где-то снял фантастический фильм про то, как столкнулись два самолета. Другой написал про это статейку. Третий рассказал что-то кому-то. И пожалуйста, действительно столкнулись. А еще два просто так ебнулись. Вот на одном острове человек собрал вокруг себя других людей и говорит им, а назовите мне, кто из вас тут лишний. А совсем в другом месте шатается ледник. И кто тут лишний, это не тебе, брат, трешать. Упокой Господь твою душу. Так что не пиздеть. Ходить медленно, дышать редко, переходить улицу на зеленый свет и чистить зубы по утрам. Но главное не пиздеть. Всех, кстати, касается. Ну и меня тоже.